путешествие во владимир городской автобус как аттракцион для детей золотые ворота во всей красе эффектнее так памятник ночное время успенский собор и смотровая площадка для верующих и для туристов ярмарка на пешеходной улице и неожиданное погружение в прошлое эту икону я приобрела однажды на рождество прямо у мастера резчика в городе владимир что в двухстах километрах от москвы вырезана она из древесины груши про то путешествие на рождество наш рассказ с детьми всегда получается в дороге иначе чем планировали вот они проголосовали пересесть на городской автобус это же так увлекательно главное развлечение для детей поездка в автобусе тебе интересно в автобусе ездить а что тебе нравится седелья разного цвета мне интересно что билетики дают следующая остановка золотые ворота золотые ворота встречают всех прибывших в город со стороны москвы вот уже около восьми веков они одни из семи ворот сохранились золотыми их прозвали предположительно за то что при князе андрея боголюбском когда это сооружение с белого камня была построена стены здания были обиты листами золоченой меди и сияли на солнце построили под руководством итальянских мастеров есть такая версия как продолжение этого древнейшего западного въезда в город сохранились земляные валы границы древнего владимир до екатерины 2 они примыкали прямо к белокаменным воротам сегодняшний облик золотых ворот результат реконструкции начала 19 века а мы пройдемся до жемчужины владимира и всей владимиросуздальской земли мы стоим на смотровой площадке возле успенского собора в городе владимир это древнейший один из древнейших храмов на территории руси нам несказанно повезло обычно здесь очень ветрено а сегодня солнце яркое и тишь успенский собор во владимире один из важнейших храмов в истории русского мира с 1160 года когда был построен князем андреем боголюбским перенесшим сюда столицу из суздале и сооружавший новый город для князей бояр собор огромный по тем временам был он тогда только с одним самым большим центральным из нынешних куполов но в 1185 году случился страшный пожар и другой князь всеволод большое гнездо при восстановлении решил сделать успенский собор более величественным так появились еще четыре купола и храм был расширен как хорошо просматривается вся равнина за клязь май водучка звезды наверное у нас пытается разглядеть лад это не на звезды лад как прекрасно было видно любого приближающегося городу в древней ревности и врага в том числе ставили храм и город владимир на холме валы река клязьма были надежной защитой от врагов однако и они не спасли город от разорения в 1238 году при нападении монголо татар в успенском соборе в огне погибли прятавшиеся от врага горожане и княжеская семья храм успения богородицы уцелел с 14 века собор центр русской митрополии в нем венчались на княжении александр невский дмитрий донской иван калита о том какое он значение имел для руси говорит этот факт что в 15 веке именно с владимирской церкви списали успенский собор для московского кремля в 15 веке над фресками в работали известные тогда живописцы андрей рублев и даниил черный сегодня без экскурсовода найти под харами эти фрески непросто а съемки без дополнительного освещения просто бесполезно святыня русской земли икона владимирской богоматери самого основания собора и до конца 15 века находилась в храме сегодня здесь позднейший список оригинал в москве хорошо бы прогуляться по старинной пешеходной улочке параллельно главной большой московской улице и тут мы совершенно неожиданно для себя погрузились не просто в атмосферу старинного городка дело в том что когда мы зашли небольшую церквушку служительница вручала мужчинам прихожанам ведра с просьбой принести для храма воду из колонки водопровода там по сей день вот дети узнаете хоть что такое колонка вот как вода набирается в колонке качать не надо просто надо давить на себя современный водопровод ну хоть так современность проявилась в центре владимира в двадцать первом веке на популярном туристическом маршруте в уникальных храмах нечем полы помыть до колонки надо сбегать еще ведерко по два ведра карты будьте добры а как ты будешь держать она тяжелая хотелось бы чтобы колонка была просто туристическим аттракционом они единственным источником воды здесь для живущих работающих как и полагается на пешеходной улице ярмарка здесь и пряники и мед ручной работы войлок смотри какие вот прям современные боты с подошвы и модные такие это фрагменты барельефа дмитровского самая это я поняла это можно на стеночку на нагревающуюся поверхность на печку на камин они выдерживают температуру а это в виде магнит а это вы сами делаете это я сам делаю это икона вадимина выжимать это классический оклад то есть самых почитаемых так же как казанская никола чудотворный и а и и и и и и и и